Ставит топ ГПМ на Маниле Мейджоре, так вот неожиданно. Но там, да, была одна игра, где он на Алхимике выдал супер-жёсткий ГПМ, и больше таких игр не было ни у кого, в итоге он и остался в топе. Не такое бывает, хотя в целом, конечно, Минески там сыграли ужасно. Они не дали тогда поехать ТНС на Маниле Мейджор, выбили их, но при этом сами, конечно, там непонятно, как ТНС вообще так закинули. Но ТНС, в свою очередь, уже к Интернешнл взялись. Ну ладно, это дела прошлые, сейчас у них совершенно другие составы. Ну, конечно, Минески вот во второй игре мне очень понравилось. Вот такие Минески прямо, думаю... На самом деле, они вчера примерно такую же игру показали, они вначале как-то немножко, знаешь, такие ощущения были зажаты там, я не знаю, может быть, раскликаться, да, вот именно в таком формате Best of 3. Ну, а потом они две уверенные закатали своих оппонентов, в принципе, без особых проблем, MVP там очень сильно страдали. Вот, возможно, их там смутил в первой игре именно пик на QO именно товарища Визажа, который там, ну, просто действительно очень много импакта внёс, как ни крути. Ну, мы здесь видим, что всё-таки избавились от ОД. ОД был очень даже хорош в прошлой игре. Ну, и Минески на всякий случай избавляются от Хускара. Ну и Кунка для команды Execration. Пять же. Да, вот это уже интересно, потому что теперь дровке тяжело, на неё может прыгать бэтрайдер, тащить её. А в Айду также тяжело, потому что Кунка как раз-таки наравне с Дисраптором является очень жёсткой контроль. Он сажает на крест, и никаким образом этот крест себя не скинет. Да, теперь нужен какой-то подсейв для Дроу Рейнджера, потому что пока, ну, непонятно, чем её будут защищать. Потому что если его везёт действительно бэтрайдер, то её там точно не простят. А уже и особо нечем. Ну, я вот про это думаю, да. Ну, может быть, какой-нибудь дазл появится с Грейвом, который там на всякий случай, может быть, дотянет, как-то там засейвит, как вариант. Я не знаю, больше пока вариантов не особо здесь и нет. Как ни крути. Легион Коммандер. Что? А, ну да, 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 да. Лассо скинуть можно, согласен, да. Ну, я просто пытаюсь вспомнить, что вообще у нас в Диспеллит Лассо. Сайленсер! Здравствуйте. Вот это, кстати, интересно. Крайне редко мы видим этого героя. Я уже не помню, когда в последний раз его наблюдал. Это какая позиция? Мне вот просто интересно, куда он пойдёт. Это всё-таки, я так понимаю, сопортящий или в мид какой-нибудь? Хотя, не ясно. Осталось 10 секунд. Ну, думаю, что скорее саппорт. Свой дом очень неплохо смотрится. Там ставится хроносфера, начинает кого-то бить, и чтобы его не засейвили, можно дать ещё и сверху глобал. Хороший такой получается тимфайт. Сильный. Может быть, и кор, конечно. Но конкретно против Бэтрайдера и Кунки уже кор Сайленсер смотрится очень слабо. Герой не мобильный абсолютно, герой хлипкий. И на кор позиции... Какая жесть. Эта фантомка появляется. Нужно сейчас, я не знаю, сейчас может быть Абадона какого-нибудь взять как вариант. Кстати, Абадон. Своим попотекшилдом, чтобы закидывал на дровку, чтобы она не умирала. Ну, Абадон ещё и спасает же Атласо тоже. Да, разве? Я просто... Ну, должен, апотекшилдом, он же... А, ну да, да, точно, действительно. Слушай, я подзабыл, вот немножко нюанс. Как стронг диспел, и получается, что залетает неплохо. Ну да, здесь пока у экзекрэйшн смотрится пик неплохо. Во всяком случае, у Минески нету, не видно пока что рейнджа и под дровку. Они забирают морфа. Вот он, тот самый рейндж под дровку. Не, ну опять же, смотри, нужен герой, который будет торговать лицом. Ну, то есть, перейди на передовой и защищай дровку, как бы, ну, чтобы она расстреливала из, как говорится, стылов. Так что, наверное, Абадон самый оптимальный вариант. Действительно, зашёл бы неплохо, так что я очень хотел бы его здесь увидеть. Так, не знаю. Возможно, чем-то другим удивят нас Минески. Ну, опять же, если посмотреть на их пик, вот из сильных сторон, пока ещё у Фантомки не появится вообще ни левела, ни артов, пик Минески, он уже, если у них более-менее стадия лейнинга пройдёт ровно, должен иметь очень большой дэмэдж с руки. Всё-таки морф и дров рейнджер физикой в начале... Мы видели, там 140 было дэмэджа, у морфа просто без дров рейнджера. С дров рейнджера у него там будет 200 дэмэджа. 200 дэмэджа с огромной скоростью атаки. С Драгонлендсом там и радиус приличный. Да, избавились от Тинкера. Тинкер тоже был, опять же, неплох от команды экзекрэйшнанной, а именно от товарища Абата просто разваривал кабинеты по КД. Ну и что Минески заберут себе? На ласпик мы всё ещё ждём. Я так понимаю, Миндера всё ещё не хватает. Нет, подождите, какого Миндера? Получается... Нет, саппорта не хватает второго. Всё, я уже... Господи, утро, это тяжело для меня. В основном, ещё погода такая у тебя, кстати, как с погодой? У меня просто мерзкая, отвратительная погода в Москве, я даже не хочу на улицу уходить. Да, да. Я думаю, что она примерно в радиусе 200 километров. Я слышу, да, по твоему голосу, что примерно такая же у тебя погода унылая и печальная. Практически всё своё время тратит команда Минески на последний пик. Призадумались. Ну, в принципе, могут себе позволить. Опять же, не будем забывать, что это уже решающая игра. Третья, счёт 1-1. И, понятное дело, проигрывать никому не хочется. Ну, что ж, ждём 15 секунд до момента истины. Я думаю, какой-нибудь возьмёт... Оооо! Какой-то такой жир, плюс, и как раз, если нажать кнопки как-то очень сильно, Туск, он может подсейвить и от лосоя, и от всего чего угодно. Да, тоже верно, согласен, да. Да, ну, действительно интересно. Когда в последний раз Туска мы увидели на профессиональной сцене в профессиональной игре? Я уже не помню. А в своё время он был крайне популярен, чуть ли не на ласт... Ой, точнее, на ферст пик заезжал, как правило. То есть, почему бы и нет? Ну, и чем ответит Execration? У них всё ещё не хватает мидера. Всё началось с того, что Скрин очень часто играл на Тусике, и говорил, что это лучший герой в доте. Время шло, Тусика пробовали все, кому не лень. Оказалось, что действительно у него... Ну, ещё и Темпларку взяли, какой-то, на самом деле, у Execration... Ну, вообще, Саппорт Кунка, Саппорт Оракл. Да нет, нормальный у них пик. Нет, такое ощущение, что здесь пик взят на то, чтобы всё в Draw Ranger, как говорится, то есть, добраться... Взрывной. Да, как можно быстрее до неё и моментально её минусануть. В общем, Тусика брали очень-очень много. Из плюсов этого героя, у него есть нюк, который кладёт после себя неразрушаемую преграну. Это вот эти вот шарды. То есть, как за что любили Шейкера очень часто в первой доте, то, что кладётся такая штука, которую никак не обойти, и, ну, в смысле, никак через неё не пройти. В итоге, Туск стал нереально крут. Там только, по-моему, Ликан мог проходить какое-то время, но и потом это пофиксили. Там где-то, по-моему, был ещё фишка ХТНС, там Нага как-то вроде как могла проходить. Была раньше, да. Ну, по-моему, тоже ей обрезали, потому что это была МБА. Но, в итоге, Туск появлялся в пиках до тех пор, пока ему не порезали радиус посадки в сноубол, скажем так. Радиус посадки в сноубол. Я понял. Да, то есть он просто прыгал и с огромного радиуса цеплял всех союзников в сноубол. А, и ещё на одну секундочку, по-моему, ему накрутку сноубола. То есть время запуска 3, по-моему, оно было 4. То есть он 4 секунды просто сидел, и невозможно было ни его, ни никого из союзников убить. Спелл очень жёсткий, и задроты, в общем-то, пользовались. Плюс, кстати говоря, вот этот тоже Сигиль классно работает. Ну, и Варлос Панч пробивающий БКБ. Если отбросить то, что по мелочи его пофиксили, всё равно способности остались сильные. Плюс-то теперь нужно чуть ближе к союзнику подойти, чтобы посадить в сноубол. Чуть меньше он сейвит по времени. Но фундаментально этого героя не меняли. Да, ну что ж, давай, наверное, представим команды, и пока у нас есть время, пока нет никаких, вроде бы, намёков на замес. Начнём мы, наверное, с команды Менески. Меркл будет играть нас на Морфлинге. Джулс будет играть на Туске. РР на Песлис Войде. Товарищ Рейджинг Потейта будет играть на Дроу Рейнджер. И, конечно же, НБ будет играть на Саленсере. Ну и быстренько, Экзекрейшн. Диджей на Оракли. Гэби на Фантомке. Аббет на Темпларке. Бип. Начинается. Лол, за руну не успевает. Это две руны для команды Экзекрейшн. Нет. Одну я раз всё-таки забрал. РР успел, да. Слушай, как он на реакцию прыгнул-то неплохо. В итоге развёрзшу Биба на Файрфлай и уходит. Да, неплохой буст такой для оффлейнера команды Менески. Как Скруч Макдак в бассейн с золотом. Он прыгнул в эту баунтируну лицом и поймал её. Нет, знаешь, если уж так аналогии приводить, это знаешь, как в Чип и Дейл, этот Ракфор, который сыр из-за руны такой побежал. С баксами в глазах. А в миде очень интересный момент у нас. Трипла в миде. Трипла в миде против одного Аббета. Аббет немножко, мне кажется, в шоке от такого, что происходит. Не понимает, правильно говоря. Я не совсем понимаю, зачем три здесь героя. Они же Морфу вообще экспы не дают. Но ему важно много экспы иметь. Ладно, там два. Чуть-чуть помочь вначале. Хотя, опять же, Морф перекачанный должен справляться здесь с темпларочкой. Снизу зато... Зато дровка соло против триплы стоит. Вот это вот очень странно. Я не знаю, что тут происходит, что с этой игрой не так. Ну, я думаю, что если перетянется сюда Тусик и Сайленсер, они ничего не смогут сделать. Очень слабые суппорты у команды Минески на линии. Оракл и Кунка под Фантомка еще. Они значительно сильнее. Да, вот они все три героя цепляют. И Оракл, и Фантомка. А здесь Сайленсер, он и не цепляет. Он и сам уйти не может. Тускар, ну, чуть получше. Тускар хотя бы подсевить, может, как-то хорошие шарды закинуть. Может быть, шарик спят. Левел нужен, опять же. Ну, да, но это все понятно. Но хотя бы толку от него больше. Ну, хоть что-то, хоть просто рядом, чтобы стоял на всякий случай. Ну, то есть, чтобы, ну, если что, засевил. Ну, потому что вот это никуда не годится. Потому что вот сейчас получит там какой-нибудь условно третий левел. Какая-нибудь Фантомка. Будет рядышком с Торрентом Кунка. И если Дроу Рейнджер чуть далеко отойдет от Тауэра, то у нее огромные проблемы будут забирать. Ну, видишь, как Тус купил себе сапог. Он даже и не думал о том, чтобы стоять на линии. Он сразу пошел куда-то роумить. Ой, да, тяжелая ситуация. Но линия вот начинает раскачиваться. И пока она качается, Потейта тут добивает нескольких крепочков. Хотя, конечно, у Фантомки ситуация поинтереснее. Так, пошел у нас шарик в Аббата. У Аббата проблемки. У нее сейчас откатится рефракшн. Можно было проюзать. Но не стал. Сейчас только заюзал, да. Но, опять же, обузит стики. Заюзал на себя фласку. Ой, господи, какие стики. Просто заюзал фласку. Все уже. Все нормально. А что там летит? Летит уже боттл. Это кто? Нет, сапог. Пока для Аббата боттла нет. Тут кто-то пытается что-то сделать. У него просветка. Шарды. Взял второй левел, взял шарды. Ну, он как пытается. Он смотрит курьером. Возможно, на разворот сейчас, кстати, можете подрезать, когда обратно курьер пойдет, если это дело не за контроль и таббот. Там, опять же, есть тапок за счет мувспида. Да, да, будет выход на курьер. Еще одна точка заберет. Что? Шарды бы хоть кинул-то, закрыл проход. Ну, что за жесть? Знаешь, это вот печаль и разочарование в одном лице. Ну, как так-то? Да он там просто с руки бы дотянулся так. Саленсор тем временем подцепил его на крест. Торрент не точно возвращают. Ну, за счет того, что там все-таки вставать нельзя было. Но Саленсор все равно заберут. НБи отправляют в таверну. Это ферстблат для команды Экзекрэйшн. Почему все мажет? Почему никак не даются скиллы? Просто не жмут кнопки. Это какая-то жесть. В итоге не забирают курьера. Им забирают Саленсора. И пока что Экзекрэйшн поддавливает. Ну, тут понятно, начальная вот эта вот стадия лейнинга. Посмотрим, сколько еще дровка наберет. Потому что пока что у нее 8 крипов и все не так уж плохо. Но если так пойдет и дальше, и в два раза больше будет крипов у Фантом Ассасин, то, конечно, с дровки здесь будет не сладко. Ну, хоть левел там свой. На самом деле, дровка, ладно, будем откровенно говорить, дровки главные сейчас левел. И шестой получить, и там дальше, если даже у нее все плохо по крипстату, она там побегает лес, подфармить может спокойно. То есть такие вещи. Вот сейчас вот, вот о чем я говорил. Дровки проблемы огромные. Привязали ее, начинают ее фокусить. Дроврэнджер, на крест посадили. Торрент пошел, сейчас вернут, и она умрет. Только, только Патейт отошел чуть поддальше от своего таура, от крипов. Все, без шансов ее разбирать. Вот пришел Джулс в инвизии. Кстати, кимо можно попробовать забрать, но шарды такие, боже, что с ним не так, скажи мне. Не знаю, хоть что-нибудь сбил классно. Он мог вот этого парня легко забить, просто шарды, шарик забираешь, уходишь, изи. Вот что-то я пригорел, сори, я обычно не горю, конечно, на таких игроках, но это очень странно. Очень странно, мофа от Тускара. 60, 80, 140. Слушай, он даже мог и не забрать, я понимаю, потому что реально настолько... В смысле, ты мог бы не забрать, у тебя рядом стоит саленсер, который тебе мог бы помочь. Вот, помочь Гэби тут забирают. Окей, Гэби, я не знаю, что тут ждал. Ну, видимо, ждал шарды в лицо и дождался. Но в любом случае хоть что-то сделать, но были шансы у него забрать в любом случае, но он ничего не сделал. Ладно, все, все. Ну, такая опять пошла игра у нас. Пошла раскачка какая-то по линиям очень жесткая. На мой взгляд, это в пользу у команды Минески, потому что у них не так классно поставлены линии были. Хотя, опять же, сейчас мы посмотрим момент на миде. На миде может не все так хорошо быть у Марфа. Ну, Марфа уходит. Пусть нижняя линия у них стоит не так круто, на верхней линии воид имеет 21 крипа. И такой воид, он, конечно, будет очень сильным. То есть, по факту, у них два кора имеют много крипов. А сейчас еще и Дроу Рейнджер начинает набирать обороты. Да, у Минески-то все... Сейчас вот главное не встрять еще разок. А, она встревает. Сайленс вовремя. Хорошо сыграно. Ну что, посадили на крест по Тейта, понятное дело. По тавр никто давить не станет. Тут еще и Меракл перетянулся на Марфе. В защиту. Ой, какие сочные стаки. Крипов такие, да, просто вкусный стак, очень хотят его забрать. И та и другая команда. Меракл, битва за руну, кто ее выиграет все-таки. Не рискнул у нас идти дальше у нас Таврич Морфинг. И баунти руну забирает у нас Аббот. Ну вот она, битва за крипов. Ну, кстати, крипов-то никто по факту не бьет, просто отводы делают через них. От никому и не убить там такой стак. Я не удивлюсь, если он получился случайно. Такое бывает, когда несколько раз отводишь, там случайно раз заспаунился, два заспаунился. Просто этот стак сейчас действительно убить очень-очень непросто. Из-за того, что, так, нападение на Потейта, опять дает сайленс, сейчас его вернет. Ну вот Потейт опять ушел слишком далеко. Замедлили даггером Потейта, ну, без шансов. Ну, допить-то, допить его! О, стики! Стики жив! Целый орел Потейта выживает на развороте драка. У диджия проблемы, диджия отправляется в таверну. Очередные два интеллекта в копилочку сайленсера. Тут расстреливают кимок, ему уходит далеко. Ну, загулял немножко сайленсер. Сайленсер тоже умер, уже под тавер пошел дайв. Тем временем Абиба. Торрент точно залетает, забирает нас в итоге Потейта. Прилетел сюда у нас еще Эрер. Эреру тоже, ну, не знаю еще кому больнее. Сейчас посмотрим, кто догорит, кто выиграет в этом замесе. Все-таки кончился файрфлай у Биба. Ну, и он просто прогоняет Эрера. Хотя Фантомка прыгает, шарды пошли. Здесь уже и Джулс пошел файрфлай. Тем временем от Биба, Биб. Башек не проходит, прыгает у нас Эрер. Биб! Биб умирает! Эрер тоже отправляется в таверну. У нас какой-то замес уже разделился, не знаю, на сколько частей. Продолжается погоня за Гэби. Гэби тоже умирает. Это уже третий фраг для команды Минески. Это при том, что Эрер сюда пришел. У него хроносфера в кулдауне, потому что он на миде, он стянул с верхней линии. На миде убил Фантомку, Темпларку. И после этого уже пришел вниз без хроносферы, там без маны. Потому что снизу также без маны и без спылов враги, которые дрались с его союзниками. 4-5 на 8-й минуте. Какая жесть. Ну, ничего страшного, как бы. Самое главное, что у нас вот Дроу Рейнджер наконец-то получил 6-й левел. Теперь ей попроще будет из фарма. Кстати, она может этот стак сейчас забрать. За счет того, что появился ультимейт. Ну, тут также вот и Бэтрайдер позарился на этот стак крипов. Все-таки тоже хочет зафармить. Шарды. Ну, все, Бэтрайдеру тут не особо что-то дали сделать. Он, конечно, зафармил. Это, наверное, единственный герой здесь, который бы зафармил это быстро. Может быть, еще Аббит с левелом мог бы что-то сделать. Но все остальные герои, учитывая, что там Сатир, который регенит хп крипам, и всякие Урсы и Кентавра с сопротивлением магии, там Кунка какой-то торрентами бы замучился это все фармить. Кстати, хороший мув делает у нас Гэйби, понимая, что уже на боте ему делать нечего. То есть, ну, там Ровка уже вынесла свой левел, так что уже напрягать смысла особого нет. И просто перетягивается на свою легкую линию, начинает фармить. Это правильное решение, я считаю, от Фантома-ассасинки. Все-таки ей тоже нужно хоть что-то иметь в Затаре. Ну, а в свою очередь Минески готова, на самом деле, уже товара потихонечку ломать. Нужно, конечно, выформить себе еще ПТ по Тейта. Но пока покупай себе... Господи, как уже он... Бэнд оф Элвинскин. Так, пошел на Сайленс, сюда летит тем временем Оракол. Проблемы будут у Джулса. Джулс на торренте, привязали его прям по таверам. Здесь уже и бип, как тут, как тут. И все-таки Тускар умирает. Так долго пытался задоджить сноуболом торрента, в итоге сноуболился прям в этот торрент. Да. Я уже, честно говоря, потерял нить игры, в плане, кто ведет. Понимаю только, что Сайленсеру очень выгоден такой размен, потому что у него 8 инты за первые 10 минут. Это немало. Да, неплохой путь такой, по интеллекту. Действительно. Так, в миде у нас, похоже, сейчас будет выход на Абатон, но шарды дотянулись. Да, закатываются у нас вот такие Джулс, Вейв. Все, рефракшн, только сейчас поставлю корносферу. Тут еще и бэтрайдер подстрял. Хватит ли урона, вот в чем вопрос. Нет. Отпевается у нас в итоге Абат, еще на развороте. Нет, на развороте никто не пойдет. Все, все летят с ним. Есть, алло, лассо, нужно цеплять и увозить. Только вот сейчас цепляет бэтрайдер, стан получает, господи, в спину. Вчетвером здесь команда экзекрэшн, только сейчас забрали у нас Туска. Продолжается драка, просто не знаю, что происходит. Просто грязь. Прыгают на морфа, морф перекачался, но слишком много дэмэджа у Гэби. Гэби его просто стирает вместе с темпларкой. Залетает кортик в сайленсера, сайленсера просто расщепила на молекулы. В итоге это три в один размен, уходит у нас Void. Перетяжка на топте временем, здесь уже Потейта, вовсю подпушивал Тавр. Опять же, все эти драки происходят без пока участия Дроу Рейнджер, не будем забывать. И Потейта пока не рашит себе ПТ, да, собирает все-таки Драгон Лэнд с первым айтемом. Вот это вот очень интересно, обычно после ПТ-шки какой-нибудь берут. Ну ладно. Так, ну Гэби уже начинает раздавать лютый дэмэдж с четвертым кортиком. Да, так, что, неужели очередной врыв будет на Фантомку? Фантомка пока не бринканулся, только сейчас уходит. Но там опять же 10 стиков, тяжеловато будет забрать. Гэби как ни крути. Просто, ну, Фантомка, когда она уже все умирает, она понимает, что ее не уйти, она просто может попытаться кинуть в себя даггер и прыгнуть, и нанести там 2-3 удара. Так может получиться, что и даггер, и 2 удара, это будет крейс. Да, да, так получится, может получиться следующее, что Фантомка там со 100 хп тебя и убьет, как бы, и еще и выживет. То есть, не раз такое было. Нет, все-таки ПТ собрался, нормально. Я просто увидел второе, господи. Бант оф Элвинскин, да, наручники эльфов, там, я не знаю, из эльфийской кожи, все дела, но ты, ну, и подумал, что... Из эльфийской кожи, мне всегда было интересно, как там, с каких эльфов эту кожу снимают. Да, согласен. Так, там, тем временем, погоня за курьером, курьер в очередной раз выживает, одной тычкой обошелся в итоге, тавр забрали Минески. Да, ну, Минески хотя бы забрали первый тавр, потому что пока что эта игра, вроде как, 14 фрагов, но всего... Я все еще не могу отойти от этой кожи эльфы. Ну да, периодически, на самом деле, задумываешься, почему из эльфийской кожи... Ладно, так, там, тем временем, врыв над Джулсом, Джулс получает даггера с даггера к ритулю, покатился в шарики, в бэтрайдера, бэтрайдер подальше отошел, говорит, Ну, давай вот здесь вот поговорим о нашей территории, да. Забирает в итоге нас Тускаря, Тускаря отправляется в таверну, ну и, скорее всего, тавр сейчас будет пушить экзекрэйшн. Хотя, ну, кто тут пушить способен? Нет, особо таких пушеров явных нет. Да, они просто могут пинать. Вот Вангвард готов на фантомочке, тем временем. Вангвард это неплохо, там на топе, тем временем, Аббот делает ТП в мид, похоже, будет дефать. Он в инвизе, кстати, неплохо, можно как-то в спину зайти и быть неприятной неожиданностью для команды экзекрэйшн. В плане того, что там большое количество урона нести. А тут, тем временем, у нас бэтрайдер фармит чужие леса. Кстати, у него, опять же, имеется лассо, можно подцепить того же Аббота, как вариант. Выход на Кунку вчетвером. Ну, Кунка еще троих на торрент успел посадить. Но, на самом деле, выход такой себе. Собирались что-то на нижней линии, то ли пропушить, то ли, не знаю, зачем. В итоге вышли на Кунку. Кунка это такая себе цель, учитывая, что это всего лишь навсего суппорт. Ну, вот уже Дизоль. Ой, как больно. Слушай, какой быстрый Дизолятор-то получается в итоге у Фантомки. Хроносфера по бэтрайдеру продолжение ли будет? Гэпи просто фармит перепочков. Ну, скорее всего, не отпустит бэтрайдера. Да, бэтрайдер умирает. И это очередные два интеллекта. Нет, не получил. Нет, не дотянулся, да, простите, не дотянулся. Десять интеллекта, пока мы видим. С кого-то там наворовало знатно. Марфа сажают. Тут же пошел глобал по всем. Очень неприятный... Очень неприятный глобал. Бэйбэк от бэтрайдера. Параболь на развороте сейчас зайдет тем временем в РР. Попадает также по Мерклу. Меркл умирает. РР. РР пока упрыгивает на таймволке. Расстреливает Патейта. Патейта остается отрезан от своей команды. И, скорее всего, умрет. Гастом пытается откидываться по кемо. Под сейф от Оракла. Продолжается замес. Я слышу, там кого-то увезли. Да, НБ увозит тем временем на лосо. НБ. НБ догорит ли? НБ должен догорать. Буквально прожимая стики. Живет на лох ЭП. Уходит все-таки у нас Войт. НБ забрали. Это в итоге драка 4 в 1. И еще минус тавр. Копилку команды. Экзекрейшн. Вот такой вот. Крутой байбэк от бэтрайдера. В итоге бэтрайдер байбэкнулся. И просто картинным маслом бэтрайдер тянет сайленсера в сторону сайленсеровской же базы. Просто потому, что он гонится уже за войдом сайленсера обречен. Очень хорошая драка. Немножко пока что нету синергии с точки зрения того, что темпларка и фантомка... Ну, вроде как, там, ты кидаешь минус армор и фантомка убивает. Но пока что это не работает по одной простой причине. Если темпларка бьет по кому-то с мелдана, этого героя просто убивает практически с удара. И фантомке незачем подключаться. Ну, дэмэджи, конечно, вливают очень много. Посмотри, как падает Рошанф. Два героя, у них нету, ну, практически ничего. Дизоль и Вангвард. Но они убивают за 2 секунды этого Рошана. Там минус армора много. Там дизолятор плюс... Смелт. С подмелта, да. И, то есть, там, как ни крути, залетает очень много. Плюс еще даггер фантомки там. Просто фантомка идет и находит вайда. Идет с Аегисом. И ей ничего не страшно. Рейджинг Потейта привязывает. Ой, Рейджинг Потейта. Сейчас как будет больно, но Рейджинг Потейт сам накидывает. Дизарм ему кидает. Диджей. Классная игра. Потейта. Здравствуйте. Две критули. И до свидания. Все-таки моментально умирает у нас дровый Рейджинг. О чем мы и говорили. Опять же, тут пик такой, чтобы моментально стирать эту дровку с лица земли. И отправлять ее в таверну отдыхать. И мы видим, что без дровки уже, как бы, Минески драться-то особо и не хотят. Как бы, ну, смысл. Смысла нет. Ну что, полетел Бэтрайдер. Бэтрайдер в инвизе сейчас найдет Эррера. Эррера нашли. Лассо увозит Эррера. Посадили на крест Торрент. О, нашел. О, какой бой. Что? Как? Он ушел. И хорносфера по четверым. Хорносфера по четверым. Боже мой, на урона нет, понятное дело. Нужно просто улетать. Сбить есть ли чем? Есть ли чем сбить? Нет. Нет. Есть, конечно же, Торрент. Все-таки убирает наш Эррер. Что происходит, скажите мне, с этой игрой? Это жесть. Как он чудом ушел. Такая хронозащитная, хорошая. Но все равно его подцепил этот Кунка. Кстати, Кунка и был этим героем, который единственный не попал в хроно. Мансил вокруг. Ладно. Давайте, наверное, посмотрим графики. Посмотрим, как обстоят дела по экономике. Мы видим, что преимущество практически 6000 за команда Execration. По XP все так же. Все пока неплохо для этой команды складывается. Ну и... Все зависит, кстати, на самом деле от морфинга. Морфинга пока особых замесов мы не видели. По факту у него 3-2-1 счет. Почти 3-2-2. И Блинк Даггер появляется. Ключевой айтем у команды Execration. Теперь Аббетт будет просто блинковаться в упор к этой Дроу Рейнджер. И никуда ты от него не денешься просто. Смелда будет разваливать. Да, да и не только дровку, вообще любого героя. Здесь все герои пока что очень быстро рассыпаются. В такой вот хаотичной доте очень тяжело будет Минески. Просто на тебя прыгает там, с одной стороны, темп варка. А, Аббетт, скрытая, спрятался. Видит всю команду Минески. Минески. Был бы забавно, если бы сейчас здесь какой-нибудь в центре, знаешь, рандомный стоял такой. Вся команда Минески как бы знает, где он стоит. Сейчас подойдет любой саппорт, а он моментально умрет. Ну, не факт, что подойдет. Там тем временем уже начинает Execration пушить Т2 по топу. Аббетт. Увидели его, кстати. Ну, сейчас вот за Силенсером пойдет. Бэтрайдер полетел. Бэтрайдер в спину залетает. Бэтрайдер сбил ТП тем временем товарищу НБНБ. Будет ли его цеплять? О, какие просто две плюхи залетают по НБНБ и моментально умирает. Продолжается погоня, я так понимаю, за РРом, но РР уйдет. А вот, например, в Потейта. Потейта, к сожалению, сейвить нечем. У него ни лотара, ничего нет. Гашем откидывается. Где у нас Бэтрайдер? Нет, нет, не успеет. Не успеет ничего сделать. Да, все правильно сделал. У нас Потейта выживает. Ну, а там тем временем Т2 собирается на топе дефить все-таки. Ну, тут два героя осталось. Они просто этот Тир-2 наполовину пробили. При том, что их здесь было двое. Просто потому, что в другой части карты два героя убивали их команду. Как Минески уверенно отыграли во второй игре, так пока что их уверенно уничтожают в третий. Экзекрейшн. Да, действительно так оно. И есть. Ну что? Все еще имеется Ай и Гида. Нужно ее реализовывать. А, ну тут Т1, например, можно забрать. Действительно, Фантомка. Ой, господи, Темпларка должна справиться очень быстро с этим товаром. Это же все время Фантомка и Темпларка. Ну, два Ассасина, то есть, ну, бывает, что поделать. Ну, Ассасины толпа. Они еще так похожи с точки зрения механики. То есть оба героя прыгают на твоих суппортов и уничтожают их в секунду. Кстати, они не пошли ломать. Вот это должно быть подозрительно. Ну, вот сейчас не понять, что не пошли ломать вышку и пошли убивать вас, ну, нельзя. Ну, Темпларка ломает, как бы, должны понимать, что вроде бы как Темпларк соло ломает, да. Там, понятное дело, где-то команда позади нее стоит. Ну, а команда, на самом деле, уже далеко. В тылу врага, так скажем, ищет кого-нибудь подцепить, какую-нибудь одиночную цель. Думают, наверное, что фармят Эншентов, но, к сожалению, нет. Это потому что вся команда Минески находится, наоборот, в лесах. Команда Экзекрейшн. И они подходят там к пушу Т2. И, кстати, сейчас будет очень интересный момент, потому что Минески будут заходить, по сути, в спину. И тут пока один стоит Меракл. Его бы забрать вообще было бы шикарно. Есть ли там что-нибудь, чем можно подцепить? Где Бэтрайдер? У Бэтрайдера есть Бэтрайдер. Можно прыгнуть. Можно прыгнуть и подцепить, но Пантомка выходит. Нет, все-таки решили идти дальше. Строносферу уронили на Аббата. Аббат, Аббат выбили из него только Эгиду. Продолжается драка. Глобал работает. Здесь у нас у Бэтрайдера проблемы Бэтрайдер. Бэтрайдер умирает. Это уже минус 2. Вместе с Аегисом, сочетатель Кимо тоже отправляется в таверну. Корабль пошел отвратительный. Застанили только Эрера. Эрер тоже умер. Пока 2 в 1 размен. Продолжается попытки забрать у нас Меракл. Здесь у нас драка. Тем временем врыв на Диджей. Диджей, понятное дело, его сейчас просто моментально сотрут. Диджей умирает. Ну и что дальше? Два сильнейших героя остались. Дальше Патейта. Умирает Скритов. Умирает Джулс. Просто бежит Аббат. Что творит этот парень? Еще тычка залетает по Сайленсеру. Сайленсер тоже умер. Ну а Морфлинг уже у себя на респе. За счет того, что был припасен Репликейт. Меракл, конечно, божественно сыграл. Он так много времени выиграл. Так много урона нанес. Там еще и всех раскайтил. Оставилось в итоге два героя. Но все два героя вырезали всю команду. Ну знаешь, да. Как бы Аббат, который просто идет и бьет все, что у него на пути. И просто уничтожает. Так что это такое себе. Как бы в кастовале вроде бы все неплохо, да, в Аббата. Но вот там как бы и гида была. И он был бы как и не против. Потому что скоро она и так и так пропадала бы. Здесь 3600 дэмэджа. Да, ну вот смотри. Вот у нас Меракл. Ну Аббат понимает, что лучше, наверное, не наглядь. Кстати, неплохо все у него по Нетворцу. У него уже имеется Драгон Лэнс. О, и теперь полноценный оранжевой герой становится у нас там парка. Меракл вообще психанул. Откуда у него такие артефакты с такой как бы ситуацией? Посмотри, что сейчас будет с Туском. Туск, ты загулял, друг мой. Продолжается погоня за Джулсом. Здесь Сигиль пошел. Очень больно. Джулс. Ну, Морф рядом, но Джулс очень агрессивно играет. Тут вся уже команда Минески рядом. В погоне за одним Аббатом. Когда команда Экзекрэйшн вовсю там пушит Т2 уже на боте. Летит сюда на подсейв Морф. Но Морф пока один. Так, врыв. У нас все время на Гэби, Гэби. А там уже шутган, что ли? Да, там действительно шутган уже готов. Откуда он его выформил? Очень, на самом деле, быстро. Учитывая, что ситуация довольно тяжелая у его команды. Ну, и теперь у нас еще один герой, который разрывает команду соперника за считанные там сигулы. Так, там проходит по Батрайдеру. Батрайдер говорит, окей, давай, врывается тем временем. Патейта, Патейта пытается убежать. Пошла трапа. Патейта еще буквально тычки не хватает. Патейта выживает. Неплохо. Здесь забрали тем временем Войда. Продолжается драка. Патейта. Даггер летит. Патейта умирает. Дровка отправляется в таверну. Это уже минус три. В рассыпную все остатки команды Минески. Т2, понятное дело, они потеряют по миду. И пока все шикарно складывается для команды Execration. Опять же. Шикарные драки проводят. Да, в этот раз удалось им подраться хорошо. Но Войд, конечно, там купол мог бы поставить хотя бы на кого-то. Может быть, выжила бы Дровка. Не думаю, что это сильно помогло бы. Сильно повлияло. Учитывая, что все равно бы им пришлось отступить. Они сливают одну вышку. Сейчас еще одну на боте. И останется у них только вышка на топе. Фантомка покупает не самый, может быть, сигнатурный артефакт. Но конкретно здесь это против Глобала. Очень хорошо будет работать. Да и в принципе, почему бы и нет. Да, мы видим, как на самом деле Фантомка на пару Стэмпларк и хейтит просто эту Дровку. Дровка ничего не может сделать, к сожалению. Прям вообще никак. Вот, кстати, вот... Ну, да, нет. Врываться, наверное, не стоит. Хотя вот Гэби Соло остался здесь. Ну, наверное, стоит отойти. Должны понимать, что неспроста Потейт вот так вот летел под Тавру в наглую. По-любому, что там что-то нечисто. А там вся команда как бы в смоках за спиной. Может быть, сейчас что-то докупит. Ну, позиция все-таки в Миннесске очень сильная. Позиционка. Если хорошую хроносферу, Глобал дадут. Тут сейчас что-то закупят. Хьюрикен Пайк закупает себе рейджинг Потейта. Это хоть как-то его будет спасать. Там у Тэмпларки практически готовая кираса уже на 24-й минуте. Да. Там остается купить себе только вот этот вот маленький армор, который там... Чейнмейл, по-моему, называется. Да, чейнмейл там. Все, кираса готова. И это очень сильно. Это очень просто нереальный буст еще у Аббота. Давай посчитаем. Дезолятор 7, кираса еще 5. Это 12 армора. И мелд еще 8. 20 армора он просто срезает цели, которые убьет. Да, это крайне неприятно. И мы понимаем, что даже морфлинг, да, который там имеет 23 армора, ему будет очень больно. Ну, у него 0, скорее всего, будет. Да, 0 будет. Сразу начнет перекачиваться в силу, и его весь армор улетучится. Да. Грейвзы у него. Что у кого? На оракле. Жесть, грейвзы. Хороший билд, очень такой универсальный. То есть ты не покупаешь там линзы какие-то, глимеры. Делаешь просто грейвзы. В итоге твой false promise гарантированно окупается. Что ты тут забыл, друг ты мой? НБ сейчас найдут, да, прыгает бэтрайдер просто. Но у него ПТ не было, господи, телепортации не было. НБ себе продает. Зачем, только не понимаю. Там уже, как бы, Аббет уже просто превосходит богов. У него счет 10-1-8. Что с ним делать, непонятно. Что там, кстати, Порошана через сколько появится? Не так много времени остается. Да, чуть-чуть остается. Буквально 30 секунд. Ну, прямо скажем, Силенсер против таких героев. Тем более с такими артефактами он уже не делает ничего. Темпларке ей вообще все равно с такими артами. Она просто будет бить. У Фантомки. Ей чуть похуже. Ей все-таки надо прыгать. Желательно на врага кидать там даггеры. Ну, даже если она будет просто бить с руки, она опять же... Аббет с ДТ. Я просто боюсь представить, что он сейчас делает с командой Минески, если его не убьют. Давайте смотреть. Аббета поймали в хроносферу. Неплохо. Нужно бы убить. Аббета начинает расстреливать. Но тут уже Бэтрайдер. Саленс получает. Глобал пошел так же. Закатываются в Аббета. Все. Кастуют в эту бедную темпларку. Аббет до сих пор живой. И вот он уже готов разваливать. Проблемы огромные у Миракла. Миракл умирает. Умирает также Дроу Рейнджер. Убили так же еще и Тускаря. Прыгивает подальше РР. Если чем сбить... Нет, РР улетает. Все нормально. Это минус 3. Как же долго месили этого Аббета. Он вообще не ощутил ничего. Он прожал очередной рефракшн и выжил. Шикарная игра от Диджея. Он ждал Глобала. И в момент, когда он дождался этого Глобала, он сразу же нажал Грейвзы. И скинул с себя Сайленс. Дал Темпларке. Сулс Промис и все. Вот тоже еще почему эти Грейвзы здесь заходят. Очень хорошо. Просто этот Сайленсер, который по факту... Ну он контрит Кунку и контрит Оракла. Других героев он не так сильно контрит. Ну Бэтрайдер... Соу-соу. Просто... Теперь он не контрит Оракла. Теперь он не контрит Оракла. Остается только Кунка. Ну а в такой ситуации здесь Кунку он не так уж много делает. Тут всех разрывают другие герои. Без Кунки можно играть. Ну да, я даже боюсь, наверное, открывать графики. Да, там... Тотальное доминирование команды Execration. И складывается все так, что сейчас Аббат просто будет прыгать вперед и разваливать кабинеты. Без особых проблем. Там пика летит уже для Аббата. Да, это прикольно. Так. Толкает сразу. Нет, ее толкнул кто-то другой. Пошли в Вайда дычки. Вайду плохо. Возь, Джулс сейчас умрет. Да, Джулс отправляется в таверну. Иллюзии. Тут погоня за Вайдом. Воет уже на фонтане. А команда Execration начинает ломать просто Т3. Охота за Сигилием. Кто его убьет, пока не ясно. Поломали тем временем репликей. Два. Две пики залетают просто в Патейта. Патейта толкали аж под Т4. Продолжается драка. Пошел корабль. Корабль, кстати, неплохой. Забрали у нас тем временем Саленсера. Продолжается драка. Здесь у нас погоня за Мерклом. Меркл уходит. Но не уйдет он от Фантома Ассасинки. Скорее всего. Да. Отправляется в таверну. Патейта тоже мертв. Остается в живых только один товарищ РР. Ну и, к сожалению, Войт до сих пор даже не поставил хроносферу свою. За эту драку. Да. Вот такая вот игра у нас получилась. 30 минут. Не думаю, что здесь что-то уже поможет. Сейчас снесут две стороны. Глифа нет. Опять же, даже Аигис еще не выбили. Аигис все еще имеет Суава. Это слишком много минус армора. Слишком много атаки. И просто ТВРА. И здания будут рассыпаться моментально. Так, пика очередная по Джулсу. Джулс себя прячет. Неплохо выживает. Ну, кстати, я не знаю, насколько это было оправданно катиться в другую сторону. РРа тоже подцепили. Просто больно на это смотреть. Какое количество урона залетает. Соло-цель. Ну, это ГГВП. Поздравляем. Команда Экзекрейшн. Да, Экзекрейшн выходит в финал винеров. Минески турнир не покидают. Они падают в финал лозеров. Будут ждать победителя. Пары Фнатик против МВП, которые играют в лозерах. И бороться за выход в гранд-финал. Такой вопрос. Матч Фнатик МВП. Он как, по расписанию должен начаться? Как это было вчера? По расписанию. По расписанию. Там был перерыв. То есть перерыв нас ждет сейчас. Час где-то был, да. И по расписанию начинается. Ну, там матч сейчас в конфе напишут. Так что там, во сколько будет. Ну, вот она финальная таблица. Аббет 11-1-15. Гэби 10-2-17. И кор-герои команды Минески. У них все плохо. Как-то очень. Вот такая игра, конечно. Она невыгодна пику Минески. Все-таки у них более академичный пик. Они должны были выходить на линии. Постепенно пушить. Если постоянно идут драки. Фантомка и Темпларка. Чувствуют себя очень хорошо. Два ассасина. Да, ну. Как мы и сказали еще на стадии пика банов. То есть у команды экзекрэйшн была ставка на то. Чтобы именно минесовать эту дровку. Моментально до нее добираться. И, собственно, они это дело реализовали. Ну что, я так понимаю, сейчас у нас будет небольшой перерыв. Да, наверное, в трансляции придется нам ждать. Да, мы будем ждать сколько там. Получается 9.30. Когда у нас стартует матч. Ну, не так много. Не так много. То есть 15 минут всего лишь. Так что нормально. Мы идем по плану, в принципе. А, то есть да. Тут подзатянулся матч. Ну что ж. Буквально через несколько минут. Тогда через там 10-15. Мы к вам вернемся. Скорее всего. Конечно, все зависит от года.